Всем привет, друзья! Мы всех вытащили из зала ожидания. Sorry за задержку. Сейчас подключаются все, плавно перекочевывают к нам в Zoom. Можете включать камеры. Микрофоны выключили сейчас по умолчанию, потому что был опыт шума какого-то дополнительного. Если что-то захотите сказать, спросить, выступить, вступить в дискуссию, поспорить или поругаться, просто пишите в чат, и мы включим вам микрофон. И будем дискутировать вместе. Сейчас быстро расскажу, как у нас будет все проходить. И для чего это вообще, в принципе, устроили в очередной раз. В этот раз так получилось, что я, Ваня Юницкий, мои коллеги Паша и Яна, они и я вместе тестировали большое количество VR-платформ для внутреннего использования. для того, чтобы понимать, что происходит, и предлагать эти платформы нашим клиентам, с кем мы работаем. Вот. Всего этого как раз родился такой спич. От нас родилась эта лекция. Можно сказать, это будет такая небольшая дискуссия, где мы с травем будем вспоминать, как это было, и показывать вам картинки, видео с разницей того, что подходит, что нет, для каких-то стелей и так далее. Вот. Будем подробно разбираться в вопросе. Если будет желание что-то сказать, выступить, то пишите в чат. Также вы можете писать в чат вопросы любые, на которые мы будем постоянно мониторить, и тоже в режиме реального времени стараться на них отвечать. Поэтому на такую официальную, если можно так сказать, часть мы заложим где-то порядка минут сорока. То есть это лекция с нашими разговорами и референсами. И дальше мы перейдем в стадию общения, в стадию вопросов, ответов, просто фидбэка какого-то, и можем подключить всех, поболтать, поговорить. Особенно сейчас уже, не знаю, какая там по счету неделя изоляция. Я думаю, что это тоже классно будет, если мы в конце выделим на это какое-то время. Вот. Давайте, наверное, будем постепенно начинать. Я смотрю, цифра нас уже сильно не растет. Значит, мы можем приступать к самой презентации. Я сейчас запущу трансляцию экрана, и мы начнем. Да, я хочу сказать, что мы как компания Фиджитализм, студия продакшена, мои коллеги, я вам их представлю, Паша, он у нас занимается художеством, CG-артист, 3D-дизайнер, моделлер, все в одном лице. Яна, креатив-менеджер, придумывает гениальные концепции и просто круто умеет завернуть что-то для кого-то. Поэтому так, я где-то между ними вот тут болтаюсь. Давайте я сейчас начну трансляцию экрана. Тема нашей сегодняшней лекции-дискуссии-вопрос-ответа это VR-платформы. VR-платформы, тема сейчас актуальна, потому что, как вы уже успели заметить, сейчас люди, те, кто даже не слышал про VR, так или иначе встречают это ствол-сочетание, потому что многие вынуждены переводить свои процессы в онлайн. И волей-неволей, естественно, закрадывается такое понятие, как виртуальная реальность. Поэтому мы сегодня будем говорить и про рабочее применение, и про развлечение, и про обучение, и про удаленное присутствие, и про все-все-все. И, естественно, про свой опыт взаимодействия со всем этим. Так, у меня не листается слайд. Окей. Да, пандемия. Пандемия, кризис и все-все-все на свете. Все люди заперты по домам. И как уже даже на позапрошлом, прошлой дискуссии с силой света мы обсуждали вопрос того, что все обращаются к онлайн-форматам. Zoom взлетает в десятки раз по своей популярности, и теперь все созваниваются здесь. Работодатели часто переводят людей на удаленку вынужденно. И сейчас по исследованиям в США, ну, правда, там была выборка не совсем большая, но это тоже говорящие цифры, и мы с вами уж точно знаем 10 человек, кто сейчас работает удаленно, до этого работал офлайн. 62% сотрудников, и 30 из них удаленно работают в полный рабочий день. Когда говорят про то, что мир уже не станет прежним, что мы уже вернемся в обычную жизнь, но уже не в такую, какой она была до пандемии, это, конечно же, правда отчасти, потому что даже с экономической точки зрения многие работодатели пересматривают свои процессы в сторону удаленной работы. За это время многие научатся так работать, и какая-то часть сотрудников работы сокращенных офисов останется именно в этой стезе, где, конечно, ведется сейчас большой поиск платформ, талантов, возможностей, вливаются какие-то инвестиции. Я, кстати, не могу открывать сейчас чат, ребята, во время трансляции, так что... Если что, я за ним слежу. Да, хорошо. Вот. Поэтому со всех сторон, если посмотреть на эту ситуацию, то платформы эти начинают развиваться. Более того, VR, конечно, в том понимании, как мы его знаем сейчас, это не совершеннейшее что-то, что нас спасет и поможет нам перейти полностью на какие-то фиджитал онлайн-рельсы. Это не так. Многие уже успели, разочаровавшись 5 лет назад в виртуальной реальности, разочароваться для себя снова. Но рынок развивается безумными скачками. Мы сейчас можем смотреть, что даже на известные отчеты DigiCapital вообще COVID-19 повлиял в плане XR, не слишком, так скажем, ну, не слишком ударило это по этому рынку. Это не тот рынок, который пострадал, потому что единственное сейчас влияние COVID-19 на XR это то, что теперь нельзя предсказать с точностью на 5 лет, как будет развиваться рынок, но при этом он не пошатнулся в пределах двух лет. И мы можем наблюдать, насколько вообще выручка, насколько вливание средств в этот рынок происходит все с теми же темпами. Вот. И точно знаем про 2020 и 2021 год, исходя из большинства отчетов. Вот. Это можно видеть и по спросу на VR-устройство, по спросу на VR-контент. Например, Steam, площадка, которая является не только площадкой виртуальной реальности, уже далеко. Не только. За один месяц буквально, ну, это, естественно, совпало с релизом игры Half-Life Alyx. За один месяц Steam собрал еще целый 1% для себя пользователей. И это пользователи, которые купили себе шлем, а очки там под конкретно вот эту игру нужны более такие заряженные, так скажем, более серьезные с подключением компьютера к профессионалам. Тем не менее, рынок растет, спрос тоже. Кстати, это видео, да, я вам показывал, кто был на вебинаре в прошлый раз. Это наш R&D-инженер повторил опыт коллеги Сан-Диего и провел занятие для студентов моих, где у нас кафедра обучения виртуальной дополненной реальности и искусственной интеллекту кафедры. Он вел вот так вот в Half-Life занятия. Мы потом еще много протестировали разных платформ. Вот Паша как раз участвовал. Мы сегодня затронем такие примеры. Там было много забавных историй, связанных с этим. Вот. Ну и вообще, в принципе, спрос на устройства сейчас, на VR-устройства, несмотря на то, что кризис, это опять же данные по США на 2020 год, исходя из тенденции на данный момент, минус вычет того, что доходы все равно будут падать на оставшиеся три квартала. Цифры тоже говорят сами за себя, поэтому... Интересно, кстати, напишите в чат, если тут есть такие, кто за время пандемии, за вот время вот этой изоляции успел обзавестись VR-очками. Есть ли такие? Потому что интересно тоже собирать какую-то микро-статистику. Вот. Ну и сегодня мы затронем тему VR, как уже понятно, да, но нельзя не сказать, что существует несколько видов реальности, да, и здесь, ну, ребята, может быть, вы дополните, чтобы краткий, краткий вводный такой, да, секс-класс. Да, на самом деле, было бы хорошо засинкронизировать по пониманию, что такое вообще виртуальная реальность, какие виды реальности существуют. Виртуальная реальность — это полностью цифровое пространство, в которое можно попасть с помощью социальных очков, которые бывают разных видов, об этом мы дальше поговорим. А дополненная реальность — это интеграция цифровых объектов в нашу реальную среду, и обычно их можно увидеть с помощью таких устройств, например, смартфон или планшет. Смешанная реальность — это термин, который на самом деле уже очень близок к дополненной реальности, но его отличие в том, что объекты помещаются в нашу реальную среду с учетом положения реальных объектов. То есть, если, например, в стандартном дополненной реальности вы установите объект, допустим, где-то около дивана, то, отойдя немножко подальше, он наложится на диван. А если вы будете находиться, например, в очках смешанной реальности или у вас будет установлен софт, который поддерживает специальные эффекты по типу окклюзии, то этот объект окажется за диваном. Сегодня поговорим конкретно о виртуальной реальности. У нас следующий слайд. И устройство виртуальной реальности можно условно разделить на два типа. Это стендалон-устройства, которые работают автономно. Им не нужно никакого подключения, например, к компьютеру. Вы можете оказаться в силуальной реальности, только надев очки, и уже ваше устройство будет тратить ваше положение окружающих расстранствах. Такие очки, вот, например, как на слайде, это Oculus Quest. Есть устройства, они сейчас более мощные, они подключаются к такому же мощному компьютеру, и для них нужна отдельная установка зоны вертолевской смыслы и с помощью датчиков. Обычно такие устройства тянут более крутую графику, но сейчас, на самом деле, все уже ближе к тому, что все устройства будут стендалон, и это показывает как раз устройства, например, как Новый Vice Cosmos и Oculus Quest. Спасибо. Ну, на самом деле, да. Можно небольшую просьбу отдавай, на время у нас появляется большое эхо, коль ты можешь у нас включать интерфон. Для себя хотел бы включать интерфон. Я, к сожалению, не могу, потому что во время трансляции экрана у меня пропадает мышка, так и работает кинул. Вот. Буду стараться говорить потише. Да, мы сегодня набрались смелости и приехали все в одном помещении, но мы соблюдаем дистанцию. Но эхо, видите, не человек, оно не может соблюдать дистанцию. Кроме PC и стендалон устройств в VR, вы могли бы задаться вопросом, если, допустим, стоит задача проведения какого-то ивента или кто-то из участников лекции, да, еще чего-то, что вы хотите организовать виртуально, допустим, не имеет устройства или ему нельзя его отправить. В этом случае есть выход у большинства платформ, точнее, наверное, у многих. Есть мультиплатформенное решение, связанное с тем, что можно заходить в то же пространство, в котором находится человек в VR, еще и через компьютер. То есть либо это веб, либо это отдельное приложение на комп, но это можно сделать. Вот, кстати, один пример. Это начнем с самого лайтового и вообще сейчас начнем с темы VR-митингс. То есть мы здесь будем с вами говорить про, в первую очередь, удаленные встречи. Самый простой способ закоммуницироваться с кем-то коллаборативно. Удаленная работа. Потом мы уже перейдем к сфере массового использования, таким как развлечения, ивент, сфера. И коснемся дальше, что с этим можно делать. Вот. Спейс, ну, Паша, может быть, ты. Это я. В принципе, это был один из наших самых первых экспериментов, который мы провели, получается, в конференциях и проведение каких-то совмещенных метапов. Он интересен тем, что, во-первых, у него создается так называемая виртуальная веб-камера, и ее можно подключить, например, к зуму, как мы и делали. И таким образом человек находится одновременно и в виртуальной реальности, и в качестве камеры для других зрителей, которые находятся не в виртуальной реальности, и они могут следить за тем или иным контентом. В дальнейшем мы также проводили уроки для школьников, также при МАИ, в которых наш сотрудник Вадим, он полностью использовал цифровую доску в аналог реальной доски и расписывал те или иные математические уравнения, доказательства. И в целом это было достаточно удобно. Короче, если у вас есть зум, можете подключиться к вирт-шлему. Точнее, если у вас есть вирт-шлем, можете подключиться к зуму и развлечь всех, кто там находится. И при этом у вас будет много цифровых возможностей. У нас есть пара комментариев. Видимо, люди беспокоятся, что трансляция слишком сложная. Наверное, нам нужно будет более подробно рассказывать про тот или иной кейс с точки зрения человека. Мне сегодня не пришли к фишке. Да, 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 конечно. Я могу прокомментировать вопрос. Трансляция, на самом деле, для людей с любым уровнем подготовки, именно конкретно знаний о виртуальной реальности, потому что для тех, кто вообще никогда с ней не работал, какие-то платформы могут показаться новым интересным инструментом, который может затестить, внедрить какие-то процессы. Поэтому мы стараемся говорить наиболее доступно. А для тех, кто уже знаком с виртуальной реальностью, это может заслужить вдохновением для каких-то… кто-то видит какие-то новые механики, новые возможности графики и сможет использовать свои проекты хоть как-то по-новому. Поэтому трансляция для всех, вот. Да, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь. Мы будем стараться про платформу рассказывать более подробно. Конкретно эта, она бесплатная, ее можно потестировать. Она очень проста в использовании и в запуске. И это прикольный способ для того, чтобы войти в коммуникацию с VR-аватаром. Вообще тема аватаров, она в виртуальной реальности такая очень… Пока что еще, можно сказать, не исследованием. Мы будем касаться того, как создаются эти аватары на базе разных платформ, и в конце можно будет обсудить этот вопрос. Единственное… Можно еще пару слов про Spaces? Здесь нюансы, связанные с тем, что он не поддерживает мобильные шлема, такие как Oculus Quest, либо Go, а необходимый для его запуск, имеет все-таки какой-то компьютер и шлем по типу Vive, либо Rift. Ну да, то есть шлем, который не стендалон, а подключается к компьютеру. Да, давайте дальше. Вот еще один предмет нашего исследования. Это такая платформа для VR-встречи не только. Она работает как с PC, так и с VR. Вы можете зайти с приложения, с компьютера, или при помощи VR-очков, и здесь уже происходят достаточно такие интересные события. Например, кейс с компанией, да, у которой там офис, Ян, ты рассказывала. Да, вот то, что вы сейчас видите, это промо-ролик компании Xperia Realty. Это очень большая компания в США, которая занимается недвижимостью. И главная фишка в том, что они полностью перенесли свой офис, потому что в компании работают много удаленных сотрудников в формат VR-белы. До того, как это стало мейнстримом, по-моему, да? Да. И самое клевое, что они получают уже не первый год премии за самый крутой офис. VR-белу может показаться... Может, следующий слайд сразу включить. VR-белу может показаться чем-то таким. И дизайн... Из двухтысячных, да, Sims такой первый. Да. Но фишка в том, что когда ты погружаешься внутрь, мы как раз с Пашей, когда тестили эту платформу, мы попали на реального живого гида, который стоит у них в кампусе и рассказывает, ходит по различным аудиториям, по различным локациям, рассказывает о том, что возможно делать в этой платформе. И на самом деле эта платформа очень хороша для проведения масштабных мероприятий. Последнее мероприятие, это был Lava Virtual. Они проводили как раз на платформе VR-белу с веб-конференцией из-за того, что живущих в 100% из мира. И здесь есть очень большой и широкий функционал для того, чтобы проводить именно большие мероприятия. Например, спикер может управлять тем, насколько хорошо людям слышно его. Может увеличивать зал. Это такие мелкие штуки, которые на самом деле не хватают в очень многих платформах. Они здесь есть, поэтому мы настоятельно рекомендуем ее рассматривать. Она бесплатна для теста, но для дальнейших каких-то созданий мероприятий или какого-то мини-отвеса нужно связывать с разработчиками, чтобы узнать стоимость. Ну вот, можно, да, постоять в воде, провести встречу, покататься на лодке. И там много других интересных вещей. Вот здесь есть сразу вопрос, можно ли делать свои типы объекта и создавать локации. Это можно сделать, но платформа делает так, чтобы все проходило через них, поэтому надо связываться непосредственно с ними, и они же будут все присутствовать и делать одно. Да, это частый пункт вообще в популярных платформах с точки зрения кастома какого-то. Это нужно часто обращаться напрямую и уже договариваться. То есть редко бывает полная свобода кастомизации, не оговоренная с разработчиками. Вот, это у нас Mozilla Hubs, платформа, которая тоже очень проста в использовании. В ней очень много есть возможностей функциональных. Она очень простая, она способна поддерживаться даже с мобильного устройства, с VR-ручков, с компьютера, с веба работает. Мы ее тоже использовали для внутренних встреч, но какие впечатления, ребята, у вас? Ну, в принципе, сразу можно сказать, что у нас был вопрос, он может пристроить свой объект на базе этой платформы. На базе предыдущих платформ, о котором мы рассказывали, строить предметы нельзя было, но Mozilla Hubs можно использовать какое-то стандартное прототипирование, используя какие-то либо модели из Google Poly, либо используя примитивы Kuba, Cylinder, Plain, и можно уже что-то поговорить с другими участниками, находясь в одной площадке. Вот. Говоря о самой платформе, ее основная фишка заключается именно в том, что она полностью, ее работа выстроена в вебе, то есть вам не нужно ничего скачивать, вы переходите только на сайт Mozilla Hubs, нет необходимости даже проходить регистрацию, а можно сразу включиться, используя пин-код, либо ссылку, и таким образом сократить время предварительной регистрации и попадания на сам ивент, либо встречу. Она мега простая, в ней нет какой-то вычурной графики, но в то же время ее функционала хватает для того, чтобы привязать между собой различные устройства, то есть поддерживает глобальную кросс-платформенность, то есть из нее можно идти как с телефона, так и из шлема, ну, сложные виртуальные реальности типа Вайва, так и из Oculus Go, либо ноутбука, и в то же самое время вы будете находиться все в одном пространстве и себя достаточно хорошо слышать. Я надеюсь, понимаете вы, да, что мы начинаем с лайта, с такого, да, потому что VR — это не когда у собаки раздувается голова, и нам понятно, что кто-то разговаривает, это бывает намного симпатичнее, это простые веб-решения, которые вы можете тестировать даже без VR-очков и проводить какие-то элементарные встречи. Да, Ян? Вот это вот видео можно переключить на следующее, но вот видео, которое сейчас вы видели, с бульдогом говорящим, это как раз пример большого ивента на этой платформе, и на самом деле, если правильно подойти с умом к организации, потому что на самом деле создание виртуального ивента — то же самое, что создание настоящего. Надо очень хорошо подойти к тому, как пользователи будут попадать на платформу, какой там и ждет фан-энтертеймент внутри, и они сделали очень круто, они сделали отдельные страницы на сайте, в которых были расписаны все треки конференции, были ссылки для входа в определенные локации, и это все было настолько удобно, что зайти и услышать спикера в таком новом формате — это на самом деле очень интересно, несмотря на то, что довольно ограничена графика. Ну и, как вот Паша сказал ранее, здесь можно кастомизировать все. И локации, и аватары тоже можно делать более человекоподобные, поэтому эту платформу нельзя выпускать из виду. Окей. Перейдем, наверное, к более такой приятной, как Паша сказал, здесь было уютнее, потому что здесь мы тоже проводили внутренние встречи от рабочих групп. Платформа называется Altspace. Она в первую очередь доступна под VR. Она доступна на достаточно простых VR-очках, если у кого-то есть Oculus Go, то есть это такой из линейки очков Oculus самый простой стендалон девайс. У него есть всего один контроллер, очки, никаких проводов, то здесь эта платформа поддерживается, в принципе, по-моему, с полным функционалом, и достаточно приятно в использовании. То есть Altspace, он выступает для каких целей? Это не только VR-митинг, как в данном примере, где его тестировали мы. А Altspace, он может быть платформой для ивентов, опять же, для встреч, когда... Там, кстати, часто проводятся различные стендапы, лекции формата TED, стендапы юмористические, даже концерты. Это я тоже встречал. Много людей там сидят. Вот. И это как social hub, такая social платформа, где можно прийти и просто поговорить с человеком на другой точке планеты в какой-то общей локации. Какие впечатления были, Паш? Мне кажется, ты больше всех в Altspace записал. Во-первых, мне интересно, заходил ли кто-нибудь в Altspace, потому что он достаточно имеет большое распространение в таком медиапространстве. И второй такой момент, что действительно в нем было интересно поговорить с различными людьми с различных стран. Для меня, как человек, который до сих пор изучает английский язык, было и непривычно, и прикольно поговорить с носителями и в то же самое время слушать их, пытаться понимать. Это действительно много стоит. Да, действительно, очень много пространств, в которые ты заходишь, и сперва тебя смущает то, что ты слышишь голоса каждого и многих, потому что там нет такого понятия, как что-то наподобие закрытого пространства, потому что в Вербеле, например, есть определенные зоны круговые, зайдя в которые вы слышите только себя и всех тех посетителей, которые находятся в этой зоне. Altspace — это некая такая площадка, на которой, возможно, надо время поговорить со всем и попросить человека отойти в сторону и поговорить тет-на-тет, но в то же время по душам. У меня из интересных случаев было, когда я разборился с одним кинопарнем, по-моему, он был из Британии, это как раз был момент начала карантина, и он сказал, что мне нечем было заняться, и он продоставил мне какую-то внутреннюю механику игры, где можно было поиграть на всего фоне. Достаточно интересно, мило и забавно. Поэтому действительно приложение у нас выдает такую гармонию и приятное время пропуждения, как у нас заявили на нашем дете, у нас наш менеджер, что она удивилась, что существует такое понятие, когда у тебя звук слева, а человек какой-то справа. Ну да, пространство. 3D-звук, да. Смотрите, кстати, здесь на видео концерт Рэгги Водс. Полностью исполнитель находится в VR, все его действия в реал-тайме тоже. И вы скажете, ну блин, качество, графика, говно, извините. Вот, и все такое, потому что там Фрэвис Скотт выступил, там было все красиво, но на самом деле там запись, а здесь в реальном времени, в эту же секунду, исполнитель находится. И это действительно настоящее присутствие. Если ты ему крикнешь в данный момент, эй, Рэгги Водс, он может тебе заответить, да, чувак? Вот. Что не сделать Трэвис Скотт, потому что это запись, которая присутствовалась. Но мы к этому кейсу еще подойдем дальше. Это просто для того, что вы... Я могу здесь сразу дать комментарий, здесь появились вопросы. Первое, сколько здесь максимальное количество людей возможно? На самом деле, Альфпэс в этом плане очень гибкая платформа, потому что у них есть специальная функция Front View, которая позволяет копировать спикера в разные комнаты. Получается, что человек в реалтайме выступает, и для того, чтобы уменьшить нагрузку на одну конкретную комнату, его клон появляется в разных, и людей распределяет по этим комнатам. То есть, на самом деле, для того, чтобы экспириенс был наиболее качественным без каких-либо задержек, это очень хорошее решение. И здесь следующий вопрос про поддерживать или на Mac. Нет, только в Windows. На самом деле, все правильно мне поправили, доступен. Дело в том, что AdSpace действительно развивается, и у него есть бета-версии, которые необходимо запросить либо на сайте или через почту у разработчиков для Mac'а, и также, по-моему, для смартфонов, но это не точно. Я каким-то чудом открыл чат, и теперь у меня не закрывается, и отсутствует на всем экране целиком. Это нормально. VR проще, Zoom реально. Да, кстати, мы сегодня еще расскажем про наш опыт. Мы уже провели ивент виртуальной реальности полностью, который раньше был только в реальной реальности, поэтому оставайтесь с нами, расскажем подробнее. Да, дальше чуть-чуть про митинг с платформой, то есть платформа для встреч, это платформа Rumi. Что примечательного? Вы бы подчеркнули, если бы, да? Я бы добавил пару слов в том, что, на принципе, все то, что мы уже говорили в других платформах, она себя сочетает. Это прототипирование, использование моделей, совмещение митингов и деление презентации, различное пространство и, по-моему, даже может создать свое пространство, но это не точно, потому что мы использовали бесплатную версию до трех человек. У них есть подписка, то есть вы можете находиться в ней больше трех человек, и я не находил информацию, максимальное количество посетителей, но я думаю, это стандартно где-то 30-40 человек в одной комнате. У нее также присутствует кросс-платформенность, и я бы заметил у нее такую маленькую деталь, она мега-минималистичная, то есть у нее UX, UI достаточно простой и не дает, не знаю, заблудиться в сложном пространстве. Я вот как раз, наверное, больше за подобные платформы, подобный какой-то уровень, и то здесь, не сказать, что прям идеально красивый дизайн аватаров и всего вокруг, но, на мой взгляд, самая лучшая платформа, которая является простым, в каком-то функционале, что вот есть возможность встречи, там доска каких-то человек, трансляция экрана, отгрузка простых 3D-объектов. Не нужно выпендриваться в этом случае и создавать какой-то гуманистический образ аватара, полностью повторять все черты тела, достаточно просто подчеркивать голову и руки, потому что это активные точки и в VR-очках. Чем меньше активных точек вы видите в аватаре, тем это все кажется неестественнее, грубее и инопланетнее. Вот, поэтому подобные штуки, как Rumi, вот их подход к аватарам, это, наверное, наиболее такой приземлемый стандарт пока что, я бы так сказал, в котором приятно находиться. Единственный нюанс, который стоило бы, наверное, рассказать, мы здесь не разу бы сказали круто-платформенность и поддержка различных устройств в рамках одной платформы, все же ограничения некоторые есть. Отличительной чертой являются очки мобильные, то есть Quest & Go и также мобильные устройства на базе Windows либо Apple. Здесь дело в том, что, к примеру, в Rumi я заметил, что мобильные устройства не поддерживают просмотры веб-камеры и трансляции экрана, которые сейчас транслируют непосредственно мощные очки виртуальной реальности. Поэтому это грустно, но в то же время забавно, что вы как минимум можете поговорить и вам человек может описать, что он видит на экране. Ну, хорошее решение, но как бы есть в этой же стезе и получше стези. The Wild. Наверное, мы здесь сделаем краткий переход в новую тему от только лишь VR-meetings к какой-то коллаборативной работе. Дело в том, что даже до всяких событий крупные компании, крупнейшие какие-то промышленные объекты и межнациональные компании, транснациональные, они все чаще используют VR в обучении, в тренингах и даже в какой-то коллаборативно удаленной работе. На данный момент чаще всего можно встретить примеры таких архитектурных приложений, проектирования, приложения по дизайну, прототипированию. Тогда несколько человек могут, находясь в VR-е, каждый у себя в локации вместе работать над каким-то предообъектом. Создавать элементарные образы, здесь, наверное, Паша даже лучше скажет, но вот это как раз один из таких примеров. Давайте я сразу дополню просто именно про эту платформу, что меня в ней зацепило. На самом деле это те же самые аватары, про которые мы сейчас говорили, потому что, если обратить внимание, то здесь аватары выполнены очень минималистично, в виде таких полос. конкретно для таких целей, например, как работа, мне кажется, что может быть достойно, потому что с аватарами есть такая не проблема, а нерешенный вопрос, это эффект зловещей долины, который заставляет вас как-то неуютно себя чувствовать, если аватар, допустим, очень приближен к реальному, но при этом что-то в нем не так. И когда платформы создают свой стиль для аватаров, это очень важный пункт, который надо учитывать, конкретно здесь, учитывая, что это не скорее не для каких-то встреч, когда вам нужно разговаривать друг с другом, активно общаться, что-то обсуждать, здесь больше демоделирования, такого решения более чем достаточно, и поэтому эта платформа запомнилась. На самом деле эффект зловещей долины, я как в 3D-шном, могу сказать, что он есть и в 3D-пространстве, дело в том, что мы всегда привыкаем смотреть на объекты, у которых есть тени и сама тени, и в рамках исследования различных платформеров замечалось, что приложения, у которых отсутствуют тени, а это достаточно плоские изображения получается, я себя чувствовал намного дискомфортнее, чем приложения, у которых хотя бы есть хоть какие-то тени, либо сама тени, что позволяет мне у себя более комфортно чувствовать и ощущать непосредственно пространство, в котором я нахожусь. Здесь просто как раз был вопрос о том, что снижая реалистичность повышать работу со стилизацией, а то может с М-90 скатиться. В принципе, это то и есть, то есть необходимо каждому художнику и приложению качественно, детально работать со стилистикой, иначе действительно можно упростить все настолько, что это будет невозможно. Ну вообще, когда к фотореализму какому-то стремятся, либо к тому, чтобы повторить идеальную пропорцию человеческого тела при создании аватаров, важный пункт это, конечно, еще и симметричность, которая тоже отпугивает, оказывается, нас на психологическом тонком очень уровне. Вот, это тоже надо учить. Да, это один из тоже проектов коллаборативной работы, так поступили NVIDIA, создав свой продукт FVD, который, если не ошибаюсь, использует Ford, сейчас даже при удаленной работе для своих сотрудников, работников, которые, так же, как мы с вами, вынуждены не ходить в офис, а сидеть дома, но при этом работа не останавливается, и виртуальная реальность здесь действительно помогает проектировщикам, концептерам Ford, дизайнерам промышленным создавать уже какие-то, ну, работать вместе над каким-то проектом, с которым бы они работали и в реальной реальность. Вот, это крутой опыт. NVIDIA дает такую надежду на платформу, потому что они представляют очень крутое качество картинки, и на самом деле потому что протестировать это самостоятельно невозможно, они работают по договору с другим компаниям, например, Ford, для того, чтобы давать им в тест свои решения, но на самом деле вот это то, качество, которое хочется добиться, вот, по крайней мере, в работе над чем-то, когда люди работают вместе, создавая, потому что много на самом деле компаний уже используют подобные платформы, но не конкретно, например, NVIDIA, а тот же самый Volkswagen, используют для того, чтобы на удаленке как-то проектировать автомобиль, потому что это дает очень много плюсов, вы можете оказаться внутри автомобиля, посмотреть, как выглядит руль в реальном размере и все прочее, и NVIDIA в этом плане за ними надо наблюдать, и скорее бы уже все вышло в открытый доступ, чтобы понять, как она выглядит на самом деле. Да, спасибо. Да, это тоже к вопросу VR-тренингов. Вообще, тема VR-тренингов, она выходит далеко за пределы именно платформ многопользовательских, поэтому, наверное, не в этой лекции-дискуссии стоит сильно туда погружаться, потому что чаще всего VR-тренинг это очень заточенная, кастомизированная, очень сложная, большая система, которую заказывают себе крупные компании для того, чтобы отрабатывать те или иные задачи, обучающие VR-тренинг для огромного количества своих работников, распределенных по всему миру, заточенных там только на отработку работы с людьми, это таких как soft skills, это тупо не все эти, про это я мне сейчас, я думаю, тоже захочет рассказать, либо это какие-то промышленные, да, либо это какие-то промышленные, индустриальные, большие истории, где нужно огромное внимание уделять тому, как вы обращаетесь к тем или иным оборудованию, как вы ведете себя в чрезвычайной ситуации, когда работник проходит такое обучение либо атсестацию, собирается огромное количество метрик о его поведении в тот момент, когда взорвался газ, да, и он должен быстро как-то отреагировать. На основе виртуальной реальности и того, как человек прошел такой тренинг, принимается огромное количество решений, не только относительно самого дезаминируемого, но и относительно того, как улучшить сам процесс и так далее, потому что не только с точки зрения внимания повторения идеального ситуации, в которой человек может оказаться хорошей арт, а еще и с экономической точки зрения, в сравнении с классическим обучением, там огромное количество тоже есть исследований, что во многих случаях до 500% это влияет на разные показатели, такие как Рои и так далее, в сравнении с обычным тренингом. Здесь, наверное, стоит рассказать самую очевидную вещь о том, что в реальности зачастую не бывает второго шанса, а тренинги виртуальной реальности как раз-таки дают тот самый второй шанс для тренировки и понимания каких ошибок мы могли совершить. Вот как раз здесь на этом видео например платформы Мертвых. Если на прошлом видео была платформа Strive VR, они как раз работают с Walmart. Это, наверное, один из самых громких кейсов, который был с внедрением виртуальной реальности в рабочий процесс не в промышленной сфере. А Strive VR внедрили в Walmart платформу для обучения сотрудников виртуальной реальности и Walmart вытепил в 2018 году более 17 тысяч шлемов для того, чтобы полностью перевести всех сотрудников в процесс обучения в VR. И конкретно в Strive VR они особо не публикуют спинкасты своих обучающих, своего обучающего контента. Вот. Насколько я понимаю, они больше акцентированы на 360 видео, в которых ты можешь выбирать, как дальше поступить, и на основе этого происходит какой-то результат, ты обучаешься. А следующее видео, это платформа Immers. Они как раз делают в графике различные VR-кейсы, и, например, эта компания Shell, они как раз вот работают с тем, чтобы отрабатывать различные опасные ситуации, которые могут случиться с работниками. И тут фишка, кстати, вот именно в этом кейсе Shell, то, что продаватель может подключиться дистанционно к управлению VR-контентом, даже с компьютера запустить, допустим, сценарий того, что давайте там сейчас полыхнет вот в этой части. И сотрудники должны будут в реал-тайме с этим работать, не понимая, что будет дальше. Да, давайте дальше пройдем. Про VR-венты поговорим. Дело в том, что есть такая, наверное, очень известная платформа для всех, кто как-то интересовался темой social hub в VR, каких-то социальных сетей и способов общения. VR-чат, наверное, одна из, или, наверное, самая популярная в виде таких чатов, где вы можете прийти и встретиться с аватаром чайничка или гадюки, который будет ползти, разговаривать с вами на австрийском. Вот. Люди со всего мира заходят туда и проводят всяческое время. Это и просто общение, это и встреча с друзьями, это проведение каких-то мероприятий, событий, вплоть до каких-то тренингов и так далее. Эту площадку часто резервируют под свои мероприятия какие-то фестивальные истории. Это бывают выступления музыкантов, диджеев известных. Здесь вся крутость в том, что, во-первых, очень большой объем аудитории охватывает эту платформу. Если вы прямо сейчас зайдете в VR-чат, то наверняка вы увидите около десяти комнат, в которых будет уж точно больше тысячи человек одновременно присутствующих. Вот. И это, наверное, такой хороший пример того, как платформа адаптировалась под пользователей. Здесь, как видите, кастомизация у нас написана целиком и полностью. То есть любые ваши навыки, навыки 3D-моделирования ваших партнеров, дизайнеров, студий, которые создают локацию, эта локация помещается внутрь этого мира, и все у вас есть абсолютно полностью под вашу атмосферу со звуками, с музыкой, с эффектами, с графикой своя локация, в которую может собрать большое количество людей порогом входа VRPC. То есть не обязательно VR-шлем иметь, можно даже зайти с компьютера. Я во целом VR-чат назвал шуткой, которая зашла слишком далеко и на самом деле оказалась достаточно успешной, потому что действительно вначале это было просто приложение для развлечения, но впоследствии приложение было полностью проверено временем и породило как много шуток, так и очень прекрасных ивентов с красивым наполнением. Так как VR-чат изначально был полностью направлен на высокую мощность, в нем осталась возможность создавать собственного аватара любой сложности, будь то огромный великан или маленькая мышка, это как раз то, что заставляет заходить в виртуальную реальность, ты можешь менять свой размер и я сам лично наблюдал картину, когда огромный Терекс разговаривал с небольшим геномом каким-то и это выглядело забавно при слове, что... Поэтому это платформа, в которой творится всякая дичь. То есть, например, запись нормальной локации или чего-то там в VR-чат в Ютубе невозможно, потому что там обычно все отрываются на полную, все отобщают все, что угодно, и поэтому, да, хорошая платформа, но дичь там происходит. Да, с другой стороны, в этом есть прелесть VR-чата, так как она нарушает ники и даже правила внутренние для виртуальной реальности. На последние тесты, которые мы проводили у нас перед пидж-донатем, мы рассматривали VR-чат, по-моему, или я не ошибаюсь, как одну из платформ, где можно проводить сам ивент. Мы наблюдали картину, сейчас вспоминаю. Ой, в общем, есть пят-локация на подовой крыше, там, не помню, как точно называется, и там была какая-то подушка, я подошел, там человек смотрел Ambient Video и просто лежал, и получается, он делал в виртуальной реальности то, что обычно делают люди в реальной реальности, просто сидел, слушал музыку, я подошел, я думал, это какой-то бот, но оказалось, что это реально человек, и типа I silence music, и я просто ушел. Тут тоже такой как раз философский вопрос, что нет никаких правил, которые можно нарушить, то есть VR-чат не нарушает никаких правил. Мы недавно как раз обсуждали с художником Денисом Семеновым и с Георгием Молодцовым режиссером про то, какие вообще правила есть в виртуальной реальности, какие будут появляться. Действительно, правила будут появляться, но никто пока не может точно сказать, можно ли явиться на встречу в виде крысы с обожженным хвостом в конце концов и сесть за стол с другими аватарами и как бы чтобы тебя воспринимали нормально. Да, пока это можно, пока кажется, что это нарушает какие-то правила, но как можно нарушить то, что пока не создано? И это тоже вокруг аватаров. Я хочу заметить, что все VR-платформы, практически все, если вы задержаны на их сайт, вы увидите такой перечень правил, которые действуют в платформе, не приставать друг к другу, не материть и все прочее. И многие платформы, ну да, это немного параллельный вопрос, но круто, что в этих платформах существуют такие функции, например, пожаловаться на человека, если там кто-то себя ведет неадекватно, Правила культурного поведения или внешнего вида это не правила для виртуальной реальности, правила этики. Я считаю, что лично моему мнению, что да, нужно действительно их тоже соблюдать, то есть не трогать людей, если они этого не хотят. Есть действительно правила держать дистанцию на некоторых платформах, так же, как в реальность. Кстати, вот, посмотрите. Есть термин для таких вещей олягал, увлекательность и разон. Да, да, да. И вот, кстати, одна из локаций нарисована в VR-чате. Это спойлер, она еще недоступна, я так понимаю, для просмотра, но в субботу будет состояться сам фестиваль, который как раз отрисовал тот самый наш российский художник Денис Семенов. Он нарисовал это в силбраши, то есть внутри виртуальной реальности. И сейчас это является целой локацией для того, чтобы провести удаленный ивент на базе VR-чата. Вот, вам будет интересно, за подробности напишите, можете написать нам, можете написать сразу Денису, кто его знает и в курсе. Вот, и получить инвайт на это событие. Откуда. WaveXR. Такая интересная платформа, сложная в поднятии, но красивая. Если уж говорить про то, что такое виртуальная реальность и концерт Travis & Scott, то, наверное, WaveXR может где-то потягаться в каких-то тонкостях и красоте графики. Вот, Яма, ты расскажешь? Да, WaveXR это платформа, которая как раз позволяет делать очень крутые эксперименты в реал-тайме. И конкретно в этом примере видно, что там сбоку есть окошко, что девушка надевает на себя специальный трекер, который позволяет ей полностью проецировать все свои движения на виртуального аватара. В этой платформе не совсем понятно, насколько реалистично провести, допустим, свое мероприятие. Это все надо сделать по договоренности с самой платформой. Но уже есть кейсы, как выступали диджеи, как выступала вот конкретно эта девушка. И на самом деле, да, это очень круто, что ты можешь в реал-тайме видеть все, что тебе хочет сказать, показать своим телом, всем окружающим пространством, музыкой исполнитель. Поэтому за этим платформой, конечно, мне кажется, будущее концертов, которые могут давать, ты можешь давать свой фидбэк и тебе дают фидбэк в реал-тайме. Да, что очень важно, реал-тайм. Это самый главный показатель, который пока еще отделяет вообще виртуальной реальности. Самое главное. Можно сказать, что это не вау-картинка, но это всегда будет в реал-тайме, с вами рядом будут находиться виртуальной реальности, но физически и настоящей в эту секунду пребывающей в таком же опыте человек, которого вы, возможно, знаете или являет себя поклонником в данном случае. Самое главное, например, там того же самого, что нет необходимости приезжать в окот на концерт в какой-то удаленную глухомань. Вы все находитесь вроде как в своем доме, но в то же время одновременно находитесь на концерте, который происходит вот сейчас и здесь. В принципе, такая ситуация произошла с Тревесом Скотом, там собирается огромное количество цифр, потому что до времени находились люди на концерте. Кто не в курсе, давайте скажем, есть такая компьютерная игра Fortnite, в которой играют по всему миру очень много людей и на базе этой игры, используя ее как платформу, исполнитель рэпер Travis Scott провел как бы концерт для тех, кто находился там, чтобы люди смогли, находясь дома на боленке, пописаться на концерте, зайдя аватаром игры туда. Это не виртуальная реальность, кто не знает, это просто PC-игра, но мы приводим это в пример, потому что эта новость произошла очень обширно и там говорилось о цифрах, что там порядка 12,5 миллионов людей, которые пустили концерт, и сейчас Паша все разложит по полочкам. Здесь самый большой нюанс именно в том, что это не одновременно 12 миллионов человек, которые находились в одной сессии, то есть в одной комнате, а это несколько сотен, возможно даже тысяч сессий, которые крутились на дефон в древнем сервере. И в рамках игры есть возможность я могу ошибаться, но около только сотни человек, и вот 100 человек, но каждый в своей определенной комнате смотрели концерт, так или иначе предзаписанный, то есть это не сам треверский, выступал именно прямо сейчас, это все естественно создано заранее, но тем не менее, то, как это разошлось в медиа, в интернете, и познакомило людей с подобным видом искусства, это очень круто, потому что Fortnite это не первый концерт, в прошлом году был концерт в Манне Помни, Маршмэллоу, он был более скромнее, поэтому в принципе для такого XR experience, он увеличивается, расширяется и получается больше и больше популярности, это один из видов, как можно выступить сразу на большую аудиторию, наверное, имея небольшой бюджет, если здесь есть те, кто хочет или знает тех, кто хотел бы так провести концерт, это будет круто, потому что все опыты, которые сейчас расходятся так или иначе в АСМИ, они являются нереалтаймовыми, то есть, по сути, тот же Travis Code это то же самое для пользователя, это то же самое, как 20 лет назад люди зашли на один сервер в Counter-Strike, там есть уже локации отрисованные, как здесь концерт записан заранее, и ограниченное число людей, но по факту посчитали просто количество людей, которые всего посмотрели эту запись, как будто посмотрели видео на Ютубе, в принципе, это все так же, с точки зрения Fidgetal это точно так же, потому что когда вы смотрите на экран, где на Fortnite происходит концерт, да, вы можете передвигаться, но для вас это просто плоский монитор, экран, и вокруг вы видите точно так же свой мир и комнату, а VR в этом плане, конечно, и с точки зрения погружения, и с точки зрения реалтайма, присутствия прямо здесь, сейчас, в примере с платформой AltySpace, присутствовал реально со своими слушателями, мог отбить питерню, когда ему протянут руку, и это вообще другой уровень взаимодействия проектина. Именно этого важно добиваться, если говорите про виртуальную реальность, потому что за реалтаймом будущее. Еще одна платформа, это тоже узнал про нее впервые Дениса Семенова, который рисовал эту локацию в Go East, ему довелось поприсутствовать на базе этой платформы на онлайн-ивенте, который был организован в рамках фестивалей площадки Калейдоскоп, где он делился своим опытом, но после того, как Денис побывал, я тоже побывал как раз на мероприятии, где какое-то продолжительное время я находился с людьми из разных стран, делел, общался. Те же самые ощущения, снимаешь очки, думаешь, где я, почему я дома, я только что действительно присутствовал на ивенте, я ходил, общался с людьми, я интересовался работами художников, которые стояли в комнатах рядом со своими творениями и рассказывали мне про них. Я присутствовал на конференции, смотрел слайды, задавал вопросы спикеру, все эти ощущения, они очень похожи, как бы плохо ни была бы, вот прям вот ужасно нарисованная графика, да, и аватары просто летающие кубики, даже если так, если вы находитесь какое-то время в VR-е, и есть люди с вами, которые активны, взаимодействуют, есть зона, куда отойти, поговорить, есть зона, где послушать спикера, прогуляться, посмотреть какие-то работы, либо продукты, все это будет через полчаса для вас тем, что, воу, я как будто бы бывал где-то на реальном ивенте, да, это действительно так, вот, кто пробовал, я думаю, понимает, о чем я говорю, то есть, здесь, наверное, не как, знаете, одноклассники рассказывают про классные фильмы, расписывают, вы себе в голове рисуете картинку, на деле, оказывается, не так, возможно, да, но тонкие, тонкие какие-то ощущения, эмоции от этого, они очень схожи с тем, что ты как будто действительно социализировался, попал куда-то, вот, по себе могу сказать, что даже после таких ивентов, если там удавалось с кем-то пообщаться, чем-то заняться, посмотреть, узнать что-то новое, ты снимаешь очки, первое, да, такое ощущение, побывал, второе, настроение, классное настроение, я куда-то сходил, окей, я всего лишь надел наглые очки, так работает, так тоже работает, это круто. Я бы захотелось пошутить про форшет, жалко, что его там нет. Да, да, это один из минусов, сейчас смотрю на посты на фейсбуке знакомых, кого бары были, и они пишут о том, как бы вас всех напоить, потому что я видел, что один чувак делает как раз бар, и арик, ну ладно, это интересно, ну, видимо, придется доставлять, да, что-нибудь еще, Паша, ты тестировал, по-моему, да, мюзиумов, озаривается? Да, я заходил у него, в принципе, погулял, мне первое, что удивило, во-первых, у него очень высокая реалистичность картинки, с точки зрения веры, потому что, опять же, он запускается на компьютере, и у нас в шлеме H2V Pro, но в то же время, одно из важных фишек, которые я бы хотел отметить, две фишки, первое, это возможность летать в музее, второе, это возможность проходить через порталы в работу и оставаться в ней, то есть нарушать какие-то привычные законы физики, и, наверное, современные интервенции и тренд устраивать какие-либо арт-галереи и музеи виртуальной реальности, это наилучший способ показать, как это возможно сделать, потому что там собрано очень множество работ, не только такой стилистики, какой-то авангард, как-то хаос, на первый взгляд, может показаться, но и какой-то реализм, и хард-пейнтинг, то есть каждому художнику уделяется свое-своё время. По возможности создавать своего контента мы узнавали, по-моему, нужно списываться непосредственно с разработчиком и обговаривать о выставлении своих работ. Я подозреваю, что сами разработчики занимаются созданием той или иной площадки и выставляют там ваши работы и впоследствии выдают вам какой-то определенный билд. И вам, по-моему, рассказывало, что мы можем попасть туда вместе с другим человеком, но, по крайней мере, когда я исследовал предложение, я там был один-одинешенько, но в то же время мне приглянуло там есть работа, где предмет искусства взаимодействия с вашим голосом. То есть, если вы с ним говорите, либо кричите, либо просто даете какие-то звуки, он как-то расширяется, либо меняет свой цвет, либо тот также произносит звук. То есть, все работы иммерсивные, и они взаимодействуют с вами. Кстати, вообще, если есть люди, интересующиеся искусством, есть в канале, в телеграме канал Fidgetal Art называется. Кто не подписан, подписывайтесь, я думаю, если такие интересующиеся люди найдутся, я покидаю платформу, которая сейчас есть, платформу и таких-то больших хабов XR-художников, потому что сейчас это направление вообще не только в ВИАЛе и ВИАЛе, в дополненной реальности вообще развивается. Я думаю, что публикую как раз подборку, где будет полезно посмотреть вообще на работы, направления, которые уже рождаются даже в рамках среды, и следить за какими-то интересными, актуальными художниками, пробовать себя, потому что даже сейчас создание какого-то XR-арта, оно очень упрощается. То есть художники могут очень быстро оседлать и избежать оседлать эти технологии, избежать программирования и даже где-то 3D-моделирование в привычном смысле. Паша, ты не знаешь, что профессия 3D-дизайнер нет. Нет, нисколько. Я просто хотел дополнить о том, что сейчас развивается данная индустрия. Как мы сказали, у нас есть друг Денис Семенов, у нас есть в компании специалист Катя, которая занимается и в принципе занимает должность как XR-художница. Также мы говорили про Вербелу, где есть непосредственно цифровой гид, и в принципе если бы она находилась в полноценной виртуальной реальности, то мы могли называть ее VR-гид. То есть индустрия не стоит на месте, и у нас все так же продолжают развиваться все новые и новые профессии, о которых мы до этого не могли подозревать. Так, давайте дальше. Вот, наверное, наша такая любимица и фаворит на данный момент. Но здесь опять же очень важно всегда оговариваться, какие цели у вас. Если мы говорим про VR-мероприятия и рекомендуем сейчас вам Engage, это не значит, что она подойдет всем и под любые задачи. Конкретно здесь просто, наверное, наиболее широкий и адекватный выбор возможностей, адаптивности какой-то и цены, качества реализации платформы. Конкретно на Engage, вот вы видите сейчас тоже, например, кастомизированного ивента от HTC, который они провели в реал-тайме для своих гостей, посетителей, записали это все. То есть вы даже можете сейчас, скачав Engage, попасть внутрь этой платформы, внутрь этого ивента и побывать на нем как бы заново, даже ходить между рядами и так далее. То есть возможностей очень много. Мы в рамках этой платформы провели недавно Fidgetal Nights, мы делаем уже три года образовательные вечеринки, когда зовем физически в наш вот этот прекрасный милый штаб реальных людей. Это всегда очень душевно и здорово, потому что сюда набивается до 100 человек, мы приглашаем классного спикера из сферы науки, искусства, бизнеса, говорим на тему технологий, того, куда они идут, как они развивают эмо сферу, как они сейчас помогают и смогут помочь и во что превратиться. Это всегда неформально, круто по вечерам. В этот раз мы провели Fidgetal Nights вот в таком формате. Это впервые было VR. Разница, конечно, большая, но с точки зрения подготовки мы ее как будто не почувствовали, потому что кто у нас был перед вашим приходом, да, мы всегда уже вот этот весь день суета такая предпраздничная и очень много всего происходит здесь в этом пространстве, чтобы вечером было классно, комфортно и неформально. И VR, кстати, оказалось, что тоже подготовкой достаточно интересный процесс. Мы участвовали. Паша, расскажи, может, пару моментов. следующие видео получили. Один из главных. Ну, я могу сначала рассказать про Engage, наверное, все-таки последний вечер. Engage отличается в первую очередь в отличие от всех форм, которые мы сказали. Например, VR-чат позволяет полностью оптимизировать персонажей. В Engage вы можете использовать внутренний редактор, но главная особенность в том, что вы можете увидеть свою фотографию и так вот здесь видно, то есть это не специально созданные какие-то аватары спикеров, а это просто внутренний редактор, который позволяет за любой фотографии натянуть ваше лицо фотографии прямо поверх аватары. Это прикольно, иногда, конечно, появляется какой-то эффект Завещей Долины, но иногда получается достаточно реалистичный способ, да и в принципе это способ выделить спикера среди остальных приглашенных гостей, хотя они также могут иметь какое-то лицо свое уникальное. Вот говоря об опыте работы на Fidgetal Lights, можно следующий слайд? Дело в том, что если у нас в привычном понимании Fidgetal Lights нам в последнее время приходится уже нанимать какого-то пресс-контроль, человек-оператор, который занимается съемкой, человек, который еще листает презентацию, то в этот раз мне пришлось полностью объединить всех этих лиц в себя одного, надеть виртуальную форму полицейского, надеть свое лицо, выставить себя же в качестве камеры и еще ходить в виртуальной реальности с планшетом все снимать. То есть мне работы прибавилось достаточно много, я начал совмещать абсолютно всех, но в принципе прикольный момент был, что в отличие если нам необходимо было раньше несколько человек, чтобы просить какого-то гостя говорить потише, либо присесть, потому что мешает спикеру, здесь у меня была нужна кнопка, я мог заставить человека прям присесть в нужное мне место. Поэтому Паша надел костюм полицейского, но на самом деле это действительно здорово, вот как раз это один из таких опытов, когда снимаешь очки, я выступал в качестве модератора, вот тот седой парень в красной кофте с заломанными руками, да, есть всякие эффекты, которые кажутся нелепыми, не смешными, но само присутствие, сама возможность подгружать в любой момент дискуссию какой-то 3D-модели, оказаться в другой локации, из этого привычного такого, да, физического зала, подгрузить вместо космоса бэкграунд 360 видео, которое ты снимал позавчера, и так далее. Возможностей очень много, и такой формат действительно это лучше, чем, ну, не хотелось бы подытожить фразы, лучше, чем ничего, потому что это огромные возможности, действительно, но особенно сейчас, когда какие-то экстренно спасающиеся мероприятия и события в мире, которые отменяются, проект проходит в таком формате, это очень круто, то есть это действительно здорово, и мы активно сейчас следим за всеми конференциями, ивентами, которые проходят в таком ключе. Именно это желание как бы попробовать создавать какие-то свои экспириенсы на базе готового, либо кастомизированные полностью, либо созданные с нуля, и родило вот этот поток тестируемых платформ, приложений, количество запросов, опять же, то есть у нас первый вебинар, который был наверное месяц назад, я помню много запросов, которые пришли на тему того, что нам делать, если отменяется какое-то мероприятие, событие, презентация, конференция, сейчас больше ответов на эти вопросы, и уж точно есть то, что можно использовать, за это не будет стыдно, потому что инфоповодами еще не насытилось общество, и мало того, что это будет классный экспириенс для тех, кто присутствует внутри, это еще будет классный инфоповод для тех, кто это организует с точки зрения своего промоушена, вот, поэтому всячески рекомендую, да. Как раз хотел ответить на пару вопросов, у нас, во-первых, был вопрос, всем ли необходимо иметь очки виртуальной реальности, чтобы побывать на подобном мероприятии, и сразу скажу, что мы не надеялись на то, чтобы каждый член, кто, ну, член компании, кто пришел бы к нам на мероприятие, был в очках, во-первых, NGH позволяет зайти не только с очков, но и просто с компьютера, мы это прекрасно понимали, и также понимали, что некоторых людей, возможно, даже не захочется устанавливать NGH, потому что для его работы нельзя установить целое приложение, и поэтому мы привели прямую трансляцию на Ютубе, и это тоже позволило нам контактировать с людьми, потому что у нас, к примеру, Яна, она следила за чатом на Ютубе, и все вопросы, которые к нам поступало, она мне говорила в микрофон, наушники, и я вот тут же озвучивал Ивану, и он уже передавал его спикерам. Поэтому, в принципе, на вопрос, типа, чтобы каждый участник имел виртуальный шлем, нет, есть вопрос, момент, который я бы хотел заметить, у нас была такая смешная ситуация, те зрители, которые, да, и спикеры, которые были в шлемах виртуальной реальности, по ним можно позаметить, что в данный момент это вино, потому что у нее голова закрывается, наклоняется полностью, потому что шлем мешает пить со стакана. Вот. Это просто-таки маленькие нюансы. Но на самом деле есть еще и минусы, конечно, нужно сказать, что это был наш опыт первый в таком плане. Нам казалось, что именно в VR-формате мы все предусмотрели, но нет, зрители, которые заходили в VR-е в зал, они были не на 100% довольны после. Это тоже будем учитывать в следующие разы, потому что, как оказалось, если человека, который зашел на VR-эвент, VR-шлем, и казалось бы, что ему еще нужно, перед тобой спикеры, перед тобой экран, и удобно сидишь на своем реальном диване на виртуальном, это классно. Но в силу того, что VR все-таки подсознательно вызывает нас желание как-то повзаимодействовать со средой, с пространством, и то, что гостям мы ограничивали возможность перемещения, добавления 3D-объектов и микрофона, всячески обездвиживало гостей в VR-е гораздо сильнее и больнее, чем того, кто смотрит трансляцию на YouTube, потому что из YouTube ты априори, и мозг понимает, что ты не выжмешь сейчас что-то невероятное, а здесь люди все-таки хотели больше взаимодействия, интерактива, поэтому эта платформа, кстати, Engage тоже дает возможность такую, просто здесь нужно этот момент тщательно прорабатывать и заранее как бы определять с гостями. Есть комментарий дополнить вас, ребята, то, что уже раньше я говорила о том, что очень важно на самом деле продумывать организацию виртуального ивента так же, как и реального. Если здесь, например, некоторые процессы исчезают, как там создание какого-то стенда, материала и все прочее, то эти процессы просто трансформируются в другую область виртуальную, и здесь очень важно прослеживать все моменты от того, что ты находишься на месте участника и заранее пытаешься понять, как им будет удобно наблюдать, что бы он хотел делать. И так же вот все моменты, которые могут включать в себя какие-то технические особенности, как там хороший интернет, правильные очки и все прочее, так и какую-то интертейнмент-часть для того, чтобы люди не терялись, потому что для многих это новый экспириенс, и важно знать, что так, я понимаю, что у меня можно пойти туда, я могу делать то, мне помогут. Вот. Это очень важно. Да, и, конечно, все платформы, которые мы сегодня рассмотрели, во-первых, это далеко не все-все-все платформы, потому что иначе нам не хватит времени. В этом плане у нас есть для вас сюрприз небольшой, который сейчас вот-вот состоится, и, кроме того, конечно, есть большое количество платформ, которые сейчас не были рассмотрены, они дорабатываются разработчиками, в них вливаются новые инвестиции, они живут новой жизнью, их покупают крупные компании, например, как Apple недавно купила платформу NextVR для ее развития и так далее. То есть, их действительно очень много, и каждый заточен под какие-то свои собственные цели, часто это нет возможности полной кастомизации, такую возможность, даже, кстати, например, Engage, помещения и пространства, в которых мы здесь находимся, они изначально уже доступны в рамках этой платформы, и чтобы создать полностью что-то свое с нуля, допустим, у вас запрос «Нужно устроить VR для VIP-клиентов на 50 человек презентацию нового автомобиля». Как это сделать? Можно ли использовать Engage? Да, можно, но это нужно сильно заранее, так, как будто бы вы хотите создать что-то с нуля, целое приложение с нуля, потому что это нужно связываться с разработчиками, интегрироваться туда, создавать свою локацию, все согласовывать и так далее. То есть это полноценная работа как над настоящим крупным, большим, многопользовательским приложением. И все эти нюансы нужно учитывать, и если вы хотите что-то такое создавать кастомное, не так, как даже здесь, в доступном, готовом интервью комнате, а что-то специализированное с подгрузкой собственных 3D-моделей продуктов с перформансами, то это требует времени и сил, и об этом нужно заблаговременно позаботиться, если что пишите. Вот. А по поводу кастомизации любые миры, как то, что просто сейчас является референсом на экране, ожившие полотна мандалии, которые доступны в VR, их можно создавать, все, что вы хотите, это можно создавать как в рамках платформ, в которых есть какие-то возможности для этого, так и в рамках отдельных продуктов, и это уже такие, можно сказать, небольшие social hub, митинг-румы, конференц-румы, все зависит от целей, и это можно делать, если что, вы можете всегда обратиться, мы вам подскажем, потому что даже сейчас прорабатываем похожие истории, у нас есть понимание и самое главное просто желание все это обсуждать и дальше развивать, поэтому спасибо большое вам, что слушали, что оставались все это время, наверное, вот он, вот у меня небольшой сюрприз и для нас тоже подарок от вас будет, это если вы перейдете на наш медиум, фиджитализм, мы сейчас, Паша, можешь прислать, пожалуйста, в чат ссылку на статью, есть статья про VR-платформы, которую мы написали как раз на основе этого опыта, там более подробно все излагается, но при этом более емко, без наших каких-то лишних рассуждений, которые можно себе позволить вечер четверга, вот, а справа это скриншот, вы тоже можете найти в статье, на самом деле это USDZ-модель, я объясню, что это такое, это модель в дополненной реальности, графика, который мы с ребятами составили для того, чтобы определить, какие VR-платформы подходят под какие цели, насколько они качественные по графике, какой там уровень иммерсивности и так далее, и этот 3D-график, такой, да, то есть, вы можете поставить даже себе на стол со своего смартфона, не скачивать приложение, и смотреть такую модельку. Кроме того, в статье вы найдете таблицу, таблицу сравнения всех платформ по большому количеству критериев, то есть, статья просто ответит визуально и там кратко, тезисно на ваши вопросы, а чтобы детальнее изучить, что вам точно подойдет, в статье вы найдете ссылку на Excel-таблицу, которая ответит уже точно на ваши вопросы. Если чего-то будет непонятно и захочется более подробно разобраться, то можете тоже, опять же, написать, мы вам с удовольствием ответим. Это были Паша, Яна и Ваня Феджитализм Е. Но мы еще не расходимся, вот, я сейчас просто остановлю совместное использование экрана и с удовольствием, на самом деле, если будут вопросы, желание поболтать, что-то спросить голосом или текстом, за чатом мы следим, если хотите поболтать и подискутировать, пишите тоже в чат, включаем вам микрофон и давайте поболтаем. Спасибо вам большое. Еще, кстати, хотел задать вопрос, стоит ли проводить почаще такие вебинары, потому что сейчас есть ощущение, что люди уже переноситились зумами, конференциями в зумах и так далее, вот, и сейчас как-то не так охотно люди приходят на подобные лекции, вот, очень важно ваше мнение, чтобы понять, стоит ли вообще на какую-то тему развития цифровой грамотности дальше рассуждать в разрезе фиджитал, вот, спасибо, спасибо. Здесь как раз вопрос про Rec Room, выделяем его исследование, но он не зашел ни в статью, ни в сегодняшний обзор. Rec Room, наверное, больше всего можно сказать. Как мне показалось, когда я попробовал, это большее приложение, которое направлено на развлечение и имеет такой характер как будто для детского пользования, но в то же в самом время я находил несколько примеров, как в нем играли в футбол взрослые ребята. Почему не вошел именно в обзор, я считаю, что он не подходил к нашим критериям и искали больше по платформам, в которых можно эффективнее проводить митапы и веб-встречи. Так, кто-нибудь хочет, может быть, с нами поболтать с микрофоном? Вы можете просто сделать так, включить камеру и помахать нам, и тогда мы включим микрофон. О, все, Владимир лежит. Привет, добрый вечер. Слушайте, не знаю, Rec Room, мне кажется, как и AltSpace, и там, и там есть какие-то игрушки, базовые штуки, какие-то сценарные игры или казуальные шутеры, но в целом везде, где есть возможность пообщаться и увидеть человека, который движется и как-то взаимодействует, и если ты можешь руками начертить всякие-то примитивы, на пальцах объяснить, по сути, то же самое, то кажется, что это подходит для коммуникации вполне. Лично для меня Rec Room, даже с его графикой, которая более примитивна, чем у AltSpace и всех остальных, но он, там просто очень, мне кажется, очень хорошая подобранная стилизация, которая, вот она, с одной стороны, тоже борется с Uncanny Valley, а с другой стороны, она очень живая, и ее возможности, мне кажется, более чем на все. просто... Спасибо за фидбэк. Попробуйте. Да. Посмотрим, попросим верно сказать. Подробнее его. А, ну да, и там тоже есть комнаты, в которых можно просматривать совместные видео и все остальное. Угу. Ну, есть же какое-то ощущение, Владимир, у вас, как человека, который бывает в VR, что когда снимаешь очки, наобщался с людьми там, что есть какое-то ощущение присутствия реального коннектора. Абсолютно, абсолютно. Я могу сказать, как адаптировавшийся интроверт, да, к социальным нормам. Я никогда не любил концерты музыкальные. Сейчас, вот сегодня, кстати, будет концерт Уиз Калифа, и ты, значит, идешь на концерт, и рядом с тобой виртуальные чуваки, и ты, значит, вот это все, и это безумно круто. Это действительно, у тебя есть ощущение, что это реальные люди живые, ты на живом концерте, и круто. Для интроверта самая большая важность опасность, которую ты можешь ощущать на контакт-серте, я не люблю особенно тиснение вот этой толпы, сейчас действительно представил, что в виртуальной толпе я бы чувствовал себя намного комфортнее, чем в реальной. И у тебя есть всегда кнопка, ты можешь в любой момент выключить всех остальных, и ты можешь отдышаться, и обратно в эту толпу. VR прекрасен. Аристарх, я включу микрофон. Привет, привет. Привет. Спасибо за нашу лекцию. Вот, хотел бы не прокомментировать, в принципе, может быть, совета спросить. Просто вот мы сейчас как раз со студентами занимаемся изучением возможностей Unity для игровых платформы, в смысле, для создания каких-то игровых объектов, приложений дополненной реальности. И вот возникла идея сделать финальную выставку триместровую в Unity. Ну, просто вот я сейчас подумал, что может быть смысла не имеет делать свою какую-то там конструкцию в Unity, а именно взять и использовать какую-то готовую платформу. Вот ребята хотят использовать вот эту, вылетелось головы название, где вот этот вот певец огромный выступал. А, ну, Fortnite игру, то есть, да, окей. Fortnite хотят использовать. Вот, ну, я не знаю, может быть, что-то есть для создания, так сказать... Слушайте, я не геймер, да, но мне кажется, что Fortnite доступен только в таком применении в эксклюзивных случаях, таких как выступление певца всемирноизвестного, который согласует это все на уровне разработчиков, коллаборации. Да, коллаборации. Поэтому здесь скорее стоит смотреть в сторону если игр, то Майнкрафта. Возможно. Это, кстати, не сомнение. Ребята, дело в том, что студенты изучали 3D, изучали там различное программирование, то есть, в общем, они способны создать объекты, может быть, интерактивные и звуковые объекты там со сложными металлами с взаимодействиями. Вот. Просто если мы это сделаем в Unity, то это будет как бы просто наша игра, в которую можно локально поиграть и даже, может быть, шлем надеть. А вот как раз может быть со своими объектами заявиться в какую-то вот именно среду, где их можно разместить и устроить такой ивент. Что-нибудь такое можете посоветовать? Ну, первое мне в голову приходит Massiva Hubs. Предложение точно раскрыто. Внутренние редакторы можно импортировать свой меш, какую-то модель, которую вы сделали. Как называется? Mozilla Hubs. То есть он полностью в браузере, и, как я сегодня говорил, там нет необходимости регистрировать свой аккаунт. Я только не помню, у него сейчас попробую найти, называется редактор. Но она главная сам в принципе. Там есть внутренний редактор, да. Вот. Я его пробовал, в принципе, он прикольный. Единственное исключение, в нем не работают очень сложные эффекты. Например, карта нормальной, какое-то сложное освещение, и там необходимо будет поработать со стилистикой, либо как минимум запечатлений, для того, чтобы все это выглядело достаточно реалистично. Ну и самый главный нюанс, мы сегодня как раз Яна мне спрашивала, поддержите Mozilla Hubs какие-то интерактивные настройки объекта, к примеру, чтобы коробка мы подошли, мы постучались, коробка раскрылась, мы увидели, что коробки, к сожалению, это не поддерживается, Mozilla Hubs не поддерживает скриптинг, но я думаю, они будут в скором времени развиваться. Скоро будет, да. Мы не нонсировали уже обновление платформы, поэтому скоро все будет. В принципе, Mozilla Hubs очень, на самом деле, амбициозные планы, они сейчас во многих параметрах выигрывают, по крайней мере, по доступности. Поэтому за эту платформу обязательно надо следить, они очень, мне кажется, крутой эффект могут дать в будущем. Я вот скинул сайт, у этих редакторов называется Spoke, и им достаточно удобно пользоваться. Он по стилистике интерфейса выглядит что-то на уровне Blender. Blender, конечно, не самый лучший интерфейс. Ну, Blender Unity как-то вот так вот. Ну, понятно. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. Я перешлю эту ссылку про обзор этих наших студентов, пускай они ее изучат. Хорошо, спасибо. Может быть, у кого-нибудь еще есть вопросы? Камила? Мы тут. Да, я просто хотел сказать, что Fortnite может создавать свои миры и делиться ссылками на свои миры. Но к тому, что не обязательно нужно договариваться с кем-то, можно создать свою карту и там устроить свою персональную выставку. Понял. Это ясно. На самом деле, интересный мир, я о нем тоже не знаю. Да, есть целый комьюнити, даже есть целый сайт и где игроки делятся своими мирами. Заходишь на разные миры, есть порталы, через которые ты проходишь и путешествуешь по мирам других людей. Ну вот да, студент. Кольный верт, на самом деле. Хорошо. Спасибо вам большое, всем, кто был. Очень попрошу вас подписаться на наш Medium. Там куча интересного стаффа в виде статей про XR. Вот, это будет здорово. Мы будем вам очень благодарны. Если вы особенно не просто подпишетесь, а почитайте, потому что очень хочется, чтобы люди больше интересовались, вникали, а проекты и технологии безумно крутые, вдохновляющие, и уже сейчас творится что-то невероятное. Так что почитайте обязательно, поделитесь вашим мнением, фидбэком, будем очень рады. Ильдар, включить звук? Давай. Ну да, давай, давай. На самом деле, я так просто помахать ручкой вылез. Привет. Сказать спасибо, у меня нет вопросов, комментариев. Спасибо. Я вообще сейчас на больничной койке лежу. Как дела? Слушай, все круто, я на самом деле сейчас осознал, но я давно участвую во всех этих онлайн-штуках, сам там что-то делаю, а сейчас я впервые вот именно на больничной койке ожидал, что еще год назад или там какое-то время назад я не мог бы представить такую активную жизнь на больничной койке. Это невероятно, это очень круто, и я прям рад. И очень приятно, круто. Будем стараться чаще, значит. У тебя когда-что до ближайшей. Ильдар художник, может быть, можешь рассказать всем, чтобы общаться? Да, могу сказать. У нас есть вот такой план фестиваля, который называется Forecast 2022. Вот. Это такой для уиграющей проект, экспериментальный, в онлайне. Вот. И, собственно, у нас скоро пройдет конференция очередная под названием Saving the World, таким наивным, таким приятным названием Saving the World. Первый раз в этой конференции принял участие очень какой-то солидный состав спикеров со всего мира. Это были ученые, художники, философы, социологи с реально мощными именами. Вот. Потому что мне пришел в голову такой простой формат 20-минутного участия, 10 минут на презентацию, 10 минут на вопросы. И поэтому, когда я приглашал людей, они такие, а, типа, 10 минут презентация, круто, со всего мира, без проблем, давайте поболтаем. Вот. И скоро будет следующая такая конференция, всех зову, там, 28-29 мая, по-моему, будет, очень буду рад. Круто, спасибо большое. Мы запарились, мы сделали там синхронный перевод с английского на русский, и там было все очень интересно. Вот. Вот. Спасибо, ребят, круто. Спасибо. Делайте чаще. Буду вообще сразу обучаться. Обязательно. Поправляйся, Эльдар. И я. Пока. Пока. Хорошо, если, наверное, больше нет вопросов, мы будем сворачивать конференцию. Пишите в удобных соцсетях, Facebook, в Телеграме можете писать. В Телеграме, напомню, есть канал Fidgetal Art, подписывайтесь, ставьте лайки. Страница Fidgetalism в Инстаграме, на Фейсбуке. Тоже делимся постоянно чем-то интересным. Уж далеко не только тем, что у нас происходит, а вообще стараемся как-то погружать и прокачивать то, что происходит в мире с точки зрения технологий. Поэтому, вот, всем спасибо, было классно. Спасибо всем большое. Спасибо за внимание. Все, надеемся, скоро все это закончится. Собянин и другие мэры все это отменят. Мы с вами обнимемся. Хорошего вечера. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok